Полтора на полтора метра квадрат. Ночью в три часа грохнулся. Звонит соседка снизу, спрашивает, Серёжа, что у тебя? Я говорю, потолок обвалился. Рухнувший потолок в буквальном смысле застал Сергея Муравьёва врасплох. За более чем полвека проживания в 22-м доме по улице Октябрьской в Мурманске такое мужчина видел впервые. Уже после самостоятельного ремонта Сергей стал разбираться в причинах. Оказалось, виной всему текущая крыша. Она стала пропускать воду из-за неправильной очистки её от наледи. Лёд, в прямом смысле слова, откалывали ломами. Вот трещина на потолке. Мы боимся, что у нас рухнет потолок. А это уже другая квартира в этом же доме. Соседка Сергея Муравьёва, Елена Прогонина, рассказывает, она с опаской ходит по своей квартире. Каждая весна как испытание. Талая вода течёт прямо по стенам. То же самое происходит и летом в дождь. Потолок постоянно намокает. С крышей мы, так скажем, боремся уже 8 лет. С 2012 года менялись управляющие компании. Кто-то банкротился, признавался банкротом. С ними у нас есть решение суда, по которому они должны были обязаны отремонтировать крышу, фасад и так далее. Но, к сожалению, за 8 лет у нас ситуация настолько усугубилась, что мы боимся, что произойдёт какая-нибудь чрезвычайная ситуация. Если жильцов второго этажа беспокоит кровля, то владельцы квартир на первом не знают, что делать с подвалом. Он затоплен водой, которую никто не торопится откачивать. Причина подвального болота – старый трубопровод. Как и в случае с крышей, его давно пора латать. В идеале заменить вовсе. Три года назад стена начала сыреть. Пришлось вот это всё обрывать. Тут, конечно, грибок пошёл. Я мыла всё это хлоркой до места. Татьяна Тетерина потратила на ремонт в своей квартире не одну сотню тысяч рублей. Однако долго радоваться новому интерьеру не пришлось. Из-за подвальных проблем обои на некоторых стенах пришли в негодность. Что с этим делать, хозяйка квартиры не знает. На жалобы в управляющей компании никто не реагирует. Ну это преступная халатность. Я по-другому сказать не могу. Потому что так нельзя к людям относиться. Что ничего не делать, ни на что не реагировать. И никак нас не поддерживать. Деньги мы платим исправно. По словам жильцов, их дом стоит в очереди на капитальный ремонт на 2043 год. Владельцы квартир задаются вопросом, сможет ли их дом простоять ещё почти четверть века. Уже сегодня здание разрушается прямо на глазах. Вместе со штукатуркой из стены вываливаются кирпичи. Ходить рядом опасно для жизни. Выслушав жалобы жильцов, отправляемся все в жилсервис, управляющую компанию, ответственную за дом. Дверь нам не открывают. Согласно объявлению, из-за коронавируса общаться коммунальщики готовы лишь дистанционно. Пробуем дозвониться, но и тут безрезультатно. Николай Никифоровский тоже пришёл пообщаться с управляющей организацией. Проблемы с домом, в котором живёт он, почти полностью повторяют нашу историю. Мужчина рассказывает, он уже несколько раз пытался встретиться с руководителем управляющей организации, но все попытки были безуспешными. Николай снова оставляет в почтовом ящике управляющей компании своё обращение, но почти уверен, что оно, как и все предыдущие, не будет рассмотрено. Нам тоже не удалось получить ответы на свои вопросы. Севжилсервис от Мурманчан, похоже, самоизолировался. Остаётся только надеяться, что запаса прочности дома номер 22 по улице Октябрьской хватит, чтобы дотянуть до дня своего капитального ремонта, и что в процессе ожидания никто из жильцов не пострадает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Писали в Государственную жилищную инспекцию, обращались. Обращались в администрацию города Мурманска. Писала я письмо тогда ещё в Рио, губернатор Мурманской области, Рею Чибису, но, к сожалению, мои заявления не рассматриваются. Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова